все всем привет еще раз надеюсь меня слышно сейчас я показываю прототип приложения для для увлечения разными и хобби в чем суть да то есть у тебя то есть у вас есть вы не знаете чем вы хотите заниматься на хотите себе как-то разнообразить свою жизнь вот есть соцсеть которая помогает вам и вашим вашим друзьям находить хобби и как-то вот вместе проходить сейчас это mbp что мы видим есть пользователь у которого есть хобби который он должен сейчас пройти его текущий хобби и он может выбрать из какого-то списка себе какое-то задание то есть он выбирает хобби и к нему есть задание что он должен делать например если он хочет выбрать йогу то там написано практику йогу до каждых 10 минут 10 минут каждый день все он выбирает себе он может посмотреть отзывы может выбрать работают и выбирает себе это мероприятие все выбрал проверяем да но здесь появилась далее упасть водя есть что он что он проходил до этого какие у него были хобби вот и может изменять свою какую-то информацию хорошо так в принципе это такой вот мвп минимальная версия нашего продукта и перейдем уже к ситуации наши начнем самого начала значит как я и сказала есть можно несколькими путями разрабатывать мобильные приложения изначально родная родная разработка строится на языках java и код для android и swift и object fixe для аэс то есть это для айфонов когда вы делаете приложение на чем-то одном например на джави то нельзя сделать на джави на айс в этом в этом есть проблема но есть свои плюсы на обычно на таких языках делают сложные мобильные приложения например тиши финанс дальше потом конечно же пошло уже на упрощение появились фреймворки дополнительные когда ты пишешь на этом фреймворке ты можешь сделать сразу на двух платформах то есть на айс и либо на андроиде существует несколько таких фреймворков самые популярные там react native от facebook и flutter от google потом можно стало еще легче писать мобильные приложения можно вообще писать на html и на css да мы знаем что это язык разметки для создания сайтов плюс джаваскрипт чтобы наши сайты были динамичные и есть такая платформа фонга от компании она позволяет веб-код который мы написали он позволяет из этого веб-кода сделать а пока файл да через в общем там через раз и через еще разные дополнительные инструменты и ты этого не видишь по сути ты как бы отдаешь код фонгап и он там сам что-то делает и отдает тебя это к файл это очень удобно особенно тем у кого у кого от у кого простые приложения не очень сложные можно выбрать вот такую гибридную разработку но здесь как бы ты все равно пишешь код да здесь ты должен уметь писать на html на джаваскрипт знать свойства стиля появилась еще максимально легкий путь разработки приложений и он называется ноу-код сервис многие из вас знают что на ноу-коде можно делать сайты например до тильда викс wordpress и конечно же появились сервисы для разработки мобильных приложений их тоже несколько самые популярные то внутри по было дал аглайд они расположены по степени сложности а дала вот среднее что-то между бабло и глайд и он удобный да он не прям на нем нельзя сделать какие-то сложные приложения но их и их не их не нужно много до сложных приложений это очень с компаниям где важна например и безопасность тот же банк да и можно они вообще ну как бы им нужно писать на уже на нативных языках а простенькие какие-нибудь простые приложения можно спокойно сделать на ноу-код сервис поэтому мы сегодня будем работать с вами на дал и так перед тем как мы приступим к самой разработке так как вы участвуете в моя профессия где ребята у вас есть какая-то идея до вам пришла в голову идея и теперь чтобы эта идея превратилась в какой-то продукт мы должны хорошо разобрать этот продукт на составляющие да чтобы у нас чтобы у нас все хорошо получилось и есть такая аппарадигма называется user story что это такое это получается когда вы думаете о шагах вашего пользователя и эти шаги превращать конкретные функции в приложении то есть что он может делать приложение вы превращаете конкретные этапы шаги конкретные функции экраны на вашем так на вашем сервисе так сейчас я включу джем вот то есть вы должны я слышала что вам даются до баллы за то что если вы будете использовать джем и заполнять разные дополнительные материалы и давайте попрактикуемся на юзер стоит здесь есть разные действия которые совершает пользователь когда будет пользоваться приложением хобби сейчас мы с вами до разложим на то как он должен выбрать хобби что из этого у нас на какие шаги она делится на какие действия первое у него есть какой-то список хобби он должен выбрать да и списка хобби далее но перед тем как перед тем как выбрать он должен прочитать что это такое то есть он должен узнать информацию о хобби значит где-то здесь вот на читает описание хобби появился наш юзер скоро читать описание хобби он прочел какой следующий шаг следующий шаг он должен выбрать да он должен же подписаться на эту хобби берем и то есть это у нас следующий этап номер три далее предположим прошло время приходит уведомление о том что тебе нужно сегодня пройти йогу сделать там разные асаны медитации все он прошел прошло две недели после этого что делает да ему нужно оставить отзыв о пройденном хобби поэтому у нас появляется четвертый наш последний это оставляет отзыв все в принципе после этого у него больше нет взаимодействия с хобби с этим хобби далее у нас вот эти этапы вот эти вот действия состоят еще из нескольких по 10 на то есть перед тем как он прочитает описание хобби он например может почитать на него отзыв то есть это все относится к большому этапу знакомства с хобби помимо того что он читает описание он может прочитать отзыв то есть я беру и дополняю этот этот этап знакомства с хобби так ну и давайте мы тоже сюда перенесем еще перенесем все все есть и дальше мы расширяем что еще может входить в знакомство с хобби прочитал описание прочитал отзывы понял что круто дальше еще может быть вот вы сидите и должны вы можете придумывать какие-то разные фичи которые могут быть полезны для вашего сервиса например он может видеть да кто из друзей проходит хобби он может о маша проходит вася проходит классный тоже тогда буду проходить далее тут в принципе все да со знакомства с хобби нормально выбор хобби что ему тут может быть что может ему здесь понадобится чтобы сделать выбор значит хобби имеет рейтинг то есть есть какие-то хобби которые очень популярны и например что еще когда он выбирает он должен устанавливать дату окончания он может менять дату окончания если ему например мало три недели рекомендованных он может поменять на неделю либо наоборот большую часть три недели так что потом все он прошел хобби из каких действий состоит дальше этот этап во первых у него есть список его пройденных хобби у него есть список своих отзывов и рейтингов и у него есть так как у нас этот этап проходящий и пройденные хобби то у него есть список хобби в настоящий момент то что у него есть так и фоловит друзей в принципе можно добавить это поиск то есть он может половить друзей да и смотреть что они проходят так все это у нас после этого после того как мы написали все наши функции которые могут быть распределили по по категориям по этапам мы можем теперь сказать да что мы реально можем сделать на этом уроке либо там за один день и так я сейчас буду очерчивать беру карандаш во первых он сможет выбирать хобби читать описание хобби подписаться на хобби и давайте оставляет отзыв о пройденном хобби и хобби который проходит сейчас вот так вот сделать вот так все это можно будет позже у нас не хватит и таким образом мы берем и говорим да что наш мвп мвп это минимальный продукт чтобы было было понятно вообще о чем дальше без всяких разных крутых фич у нас он такой такой у нас будет путь мы должны выбрать хобби мы должны прочитать описание подписаться на это хобби после того как прошли мы оставляем отзыв о нем и мы видим какие хобби мы сейчас проходим это у нас будет версия 1.0 нашего приложения потом когда все это закончится когда мы закончим все вот эти наши шаги можно переходить дальше к следующей версии ну что ж поехали думаю с этим все понятно если есть какие-то вопросы можете в чате оставлять принципе у меня чат открыт так там у нас есть немножко задержка оказывается и так чтобы чтобы приступить к разработке на агала должны знать из чего он состоит как какое у него ядро на этом сервисе есть база данных то есть что такое база данных да это место для хранения данных все все ваши например соцсети до работают на базах данных стим электронный дневник все что вы используете в интернете практически должно иметь базу данных то есть там могут храниться логин пароль информация о постах фотографии вообще разного разного вида и рода информация хранится в базе данных и она при этом еще должна храниться очень четко очень упорядоченно чтобы было легко ее показывать людям да это у нас получается база данных нам нужно нужны будут чтобы мы могли хранить информацию о пользователе и о хобби и о том какие хобби проходит пользователь далее еще мы должны хранить отзывы далее компоненты компоненты это получается кнопочки картинки текст это все относится к компонентам и действия да то есть что происходит когда я нажимаю на эту кнопку что происходит когда я нажимаю на этот текст на эту ссылку это у нас называется экшен компонентс и экшенс и так сейчас я открою отдала сам вот так вот он выглядит вы регистрируетесь на нем создаете себе проект рабочий и начинаем на нем работать как мы видим у нас здесь есть экраны это экраны главная регистрация авторизация домашняя страница главное и у нас будет еще список хобби да то что мы с вами решили в user stories что у нас будет список хобби и так да давайте мы с вами сейчас все таки наверно распределим по экранам что у нас может быть регистрация авторизация понятно здесь мы будем вводить наш логин и пароль профиль пользователя что может быть в профиле пользователя отсюда так 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 это нет хобби который проходит сейчас так хобби который проходит сейчас текущие хобби мы пусть они выводятся в на экране х да на главном экране так вот у нас есть экран список хобби то есть вот первый первое действие у нас будет выводиться на этом экране вот здесь читает описание хобби для этого значит нам нужно нужен будет новый экран потому что список хобби там их много и для того чтобы вывести информацию в одном хобби у нас будет еще отдельный экран хобби не будет выведен один хобби так что еще подписка на хобби значит подписку на хобби можно сделать двумя по путями он может это действие сделать здесь когда он смотрит хобби или сразу в списке сразу списке пусть у нас будет кнопка выбрать если ему не нужно долго искать долго читать информацию об этом если он в принципе все знает так и оставляет отзыв о пройденном хобби оставляет отзыв у нас тоже получается будет так оставить отзыв он тоже может на странице хобби когда у него пройдет нажмет кнопку выполненная прошел и пусть тут же оставляет отзыв вот таким вот образом как у нас устроена информация у нас устроена наша приложение все поехали это как устроен отдала во первых если мы хотим масштабироваться мы за мы зажимаем клавишу control и колесико мышки если мы хотим двигаться то нажимаем на стрелки на клавиатуре к сожалению да что будет нажимать на стрелки влево вправо клавиатуре далее вся рабочие все рабочие инструменты находятся с левой стороны например нажимаем на то есть мы можем нажать на экран и у нас появится вся информация об этом экране да о том какие компоненты здесь есть если мы хотим создать какой-то еще экран дополнительный то мы можем нажать плюсик и вот тут есть либо добавить компоненты но нам скрин нужен уже тут все подготовлено заготовлено так куда же идет информация о том о регистрации да куда идет информация о регистрации давайте посмотрим так 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 вот есть вкладка называется database мы можем посмотреть мы можем создать несколько таблиц базе данных отдельно информации о пользователях users отдельно информацию о хобби и отдельно информации об отзывах посмотрим более подробно users он уже был готов эта таблица уже была готова в принципе здесь менять особо ничего не не надо и кстати когда вы создаете новый проект вас у вас уже работает регистрация авторизации уже работает забыли пароль уже есть аккаунт вам этого ничего настраивать надо вы можете чисто настроить поля например на брать например убрать там поле юзерный да как я это сделала и поменять свой текст нужно далее поехали то есть у нас уже есть одна запись мы можем нажать и посмотреть кто у нас здесь есть тут есть я вот моя почта и я себя заполнила пароль здесь не видно что хорошо дальше поехали мы сказали что нам нужно будет хранить информацию о хобби где-то значит мы создаем отдельную таблицу хобби вот она у нас она имеет у нас пять столбцов пока что значит имя хобби описание задание которое должен выполнить человек картинка этого хобби и время выполнить да то есть сколько недель если посмотреть на записи здесь уже есть пять записей вот мы видим что это у нас хобби рисование танцы бег йога описание задание в принципе вот эти вот столбцы креатив и апдейт они уже были созданы они создаются автоматически без нашего согласия все нажимаем да если вы хотите добавить какую-то запись сейчас сразу до через таблицу нажимаете это это хобби плюсик и заполняете вот здесь вот эти поля у вас появляется одна запись срочка записи так и отзывы отзывы пока не будем трогать чтобы позже к ним вернемся ну что ж поехали начнем заполнять нашим наш экран кстати когда у вас например нажат экран то вы не можете двигаться налево направо потому что у вас как бы фокус на экране поэтому нужно отжать куда-нибудь в пустое место и потом уже перемещаться и так первый экран холл у нас есть здесь два компонента это бар вот сверху и текст до текущей хобби у меня здесь идея пусть после слова привет выводится имя мое имя когда я залогинилась на это приложение как это сделать значит мы заходим в компонент этот пар тут можно поменять цвет поменять цвет текста добавить целую красоту так и у нас здесь есть как бы под компоненты элементы компонентов что могут быть может быть иконка левая какая-то правая конца она у меня уже есть не нужно вставлять еще одну и вот текст привет наша задача вывести отсюда имя пользователя который сейчас залогинился тут есть такая классная функция добавить магический текст это magic текст нажимаем на нее и и он нам предлагает что можно вывести из наших таблиц из нашей базы данных мы должны вывести имя человека который сейчас залогинился поэтому у нас сверху есть блок да то есть тот кто уже залогинил и мы выбираем какое поле из таблицы users мы выбираем юзерный нет фуны и меняем местами привет у нас вот так как проверить изменения до что все получилось справа сверху есть кнопка превью нажимаем на нее и смотрим так окей я не зарегистрирована давайте зарегистрироваться идем почту утром пароль и имя регистрируемся мы получается зарегались и больше нам не нужно сюда заходить каждый раз каждый раз он не будет мне показывать эту страницу и вот видим да вывелось привет любовь як так выбираем лишние выбираем лишние конки хорошо поехали дальше теперь наша задача вывести здесь хобби которые он сейчас проходит но мы этого не можем сделать у нас это новый пользователь у него нет никаких вот 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 он появился появилась запись и вот я на любовь . значит нам нужно заполнить этот экран список хобби чтобы можно было сюда идти и выбрать какой-то один ну либо два несколько хобби так поехали значит мы опять работаем с компонентом смотрим открываем вкладку компонент это компонент мы должны добавить и ищем какой из этих компонентов нам может подойти есть категория лист и вот есть очень хороший компонент называется арт лист перетаскиваем его на этот экран вот так вот он выглядит сейчас мы должны сказать как из какой таблицы должны здесь показываться данные итак смотрим первое да откуда взять список у нас это таблица хобби с все вышло фильтра пока не будем ставить то есть мы можем здесь сказать какие хобби показывать какие я показал сейчас попозже мы это сделаем далее пошло да теперь вот так как мы находимся внутри этого компонента так вот у меня как лист я могу поменять название список чтобы было понятно и пошли будем сейчас заполнять составляющие этого компонент тайтл хобби ней все он уже автоматически взял из таблицы давайте даже посмотрим из таблицы хобби он взял имя хобби нам уже этого писать хотя давайте посмотрим все удалено нажимаю так и вот нажимаю так поехали дальше картинка так картинку он тоже видит все хорошо и пусть будет кнопка добавим кнопку это будет кнопка выбрать выбрать все выбрали так давайте проверим работать или нет но сейчас мы не сможем зайти список обе почему не сможем зайти почему 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 потому что у нас нет никакой кнопки которые бы нас переводила на эту страницу надо 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 играть поэтому сейчас мы добавим кнопку добавляем опять компонент нажимаем на плюсик и кнопка стоит пока что внизу здесь так и напишем текст какой должен быть да побольше и сделаем отлично переходим к следующей важной теме это у нас экшены до действия то есть мы сейчас с вами разобрались компонентами мы поняли как добавлять компоненты на экраны как выводить данные с таблиц и остался третий этап это действия так как все это между собой взаимодействует итак нажимаю на кнопку выбираю еще раз и тут внизу есть экшенс да что происходит при клике какие действия тут пока ничего нет нажимаем плюсик экшен у нас в принципе должно просто переносить на страницу хобби да мы не работаем пока не с какой базой данных мы не должны не создавать запись не обновлять и не удалять поэтому берем линк действие линк да ссылка и выбираем нашу страницу list of hobbies выбрала transition вот есть разные даже виды того как он может открываться у нас пусть будет стандартный пуш и нажимаю да все проверяем превью все нажимаю кнопку добавить бум да вышли список хобби так единственное здесь посмотрите мне не очень нравится что очень много текста мы можем поменять планировку мы можем сказать чтобы в одной строке было не две колонки а одна вот вот так вот все таким образом мы с вами мы с вами вывели все наши хобби давайте проверим еще раз так добавить а есть так у нас почему то здесь есть боди смотрим почему есть боди вот есть боди мы его отключаем мы говорим не показывайся все отключили так проверяем еще раз добавить все супер все есть так хорошо так что дальше следующий какой у нас этап давайте посмотрим на нашу историю на что мы сделали значит список хобби мы выявили теперь надо выбрать хобби да подписка на хобби этот этап этот шаг мы сделали берем подписку на хобби и так значит у нас есть кнопка выбрать значит кнопка выбрать когда мы будем нажимать на эту кнопку каким-то образом пользователь должен знать что это относится к нему да то то что это это хобби относится к нему мы должны хранить где-то информацию о том какие хобби есть у пользователя конечно мы будем это хранить в базе данных открываем базу данных и в общем а дал такой умный мне очень этим нравится можно вообще два клика настроить связь то какие есть у него хобби мы можем добавить дополнительно здесь столбец который который будет относиться к хобби вот я выбираю отношение хобби к таблице и мне нужно выбрать здесь какого типа будет связь то есть у меня пользователь может иметь несколько хобби и хобби тоже может относиться к нескольким пользователям да он же не какой-то уникальный авторс или вип значит тогда какой из этих нам трех подойдет да какая связь из этих трех нам подойдет конечно же последняя да третья выбираю и нажимаю там все тут в принципе имя могу не менять пусть будет цель все и теперь когда мы будем выбирать это хобби на которое мы нажали она информация об этом хобби будет записываться в столбец хобби их может быть несколько так как мы с вами выбрали связь многое многое ко многим у меня в этом столбце будет храниться ссылка сразу хоть на 100 хоть на 500 это ну что ж поехали давайте настроим действия значит опять нахожу кнопку выбрать она у меня находится вот здесь first button добавляю действия что должно происходить как вы думаете мы должны создать запись апдейт или дэвид ну конечно же апдейт ну не то чтобы конечно же мы не создаем новую запись мы добавляем обновляем столбец хобби давайте посмотрим захожу в таблицу users вот видите появился столбец хобби и здесь будут просто добавляться ссылки на остальные хобби на бег на велосипед танцы и так далее поэтому создавать запись мы здесь не будем новую поэтому create сразу отходит мы будем обновлять значит вот эту вот строку конкретно столбца хобби у нас будут новые значения заново открываем выбираем кнопку и добавляем action значит мы должны апдейтнуть в таблице locked user то есть можно обновить таблицу в таблице user человека который сейчас залогинен столбец хобби что мы делаем мы добавляем вот хобби которое он сейчас на то хобби на который он нажал выбирая current hobby все и нажимаю клавишу да вот так вот давайте проверим что работает пока где не будет встречаться мы это проверим через базу данных так нажимаю перехожу на свою страницу давайте выберем выберем рисование давайте танцы выберем выбрать ничего у нас не происходит мы пока ничего не настроили чтобы там всплывающее окно выходило заходим в users проверяем records и видим видите появилась ссылка на танцы вот save сохраняем таким вот образом теперь мы можем выбирать хобби и нам нужно показывать какие хобби есть у пользователя значит мы заходим в текущий хобби вот здесь мы будем с вами сейчас выводить чем сейчас увлекается наш человек значит выбираем тоже компонент и выберем simple лист вот итак давайте думать из какого листа мы выбираем мы выбираем из хобби потому что должна высветиться хобби здесь мы делаем да то что не все хобби должны выводиться как здесь как список хобби а только те где есть я где я где я залогинена вот locked in user все сделали далее ну и просто опять берем и заполняем составляющие так в тайтл уже хобби прописался в сабтайтл мы сказали что это будет задание задание так и картинка left section у нас аватарка picture все есть все работает вроде бы поехали проверим сейчас должны здесь показаться бум вышла информация о том что мы сейчас проходим так что еще у нас осталось так давайте посмотрим по нашу user story хобби которые приходят сейчас сделали да так выбирает хобби да подписка на хобби есть поехали значит теперь нам нужно сделать хобби так экран хобби читает описание оставляет отзыв и.м и может тоже здесь подписаться не так думаем да как мы можем перейти на scared откуда мы можем этот экран перейти когда мы хотим узнать больше да соответственно мы будем переходить да когда мы будем нажимать н этим мы будем переходить в отдельные как чтобы узнать онышке к то есть м раньше этого Я этого мне показывала. Нажимаю плюс, выбираю уже add screen, и нам нужен какой-нибудь простенький экран с информацией. То есть здесь уже шаблоны, находим эту карточку, и здесь можно добавить действие всей карточки, не только на кнопку выбрать, но и на всю карточку. Для этого нужно зайти в карт-лист, и можно найти экшен. Видите, он тоже ждет какое-то действие. Выбираю add action, мы говорим, что это линк на страницу вот эту. Правда, у нее здесь почему-то нет названия. Сейчас еще раз название добавим. Имя, мы сказали. Возвращаемся к карточке. Да, вот видим. Ссылка будет на экран хобби с таким-то переходом. И какая дата туда отправляется? Отправляется дата, на которую мы нажали, то есть информация, на которую мы нажали. Карточку. Нажимаю, да, и проверяем. Так, и вроде бы теперь, да, вот. Теперь, видите, так как мы до этого не добавили экшен, из какого файла мы переходим, какие данные мы отправляем на тот экран, мы не могли выбрать здесь, что показывать. А так потом мы добавили, что показывать, какие данные отправляются. И вот здесь мы видим, что он уже видит то хобби, с которого мы пришли. Так, выбираем здесь, мы сказали, описание, так как это самая большая часть. Description. Убираем все это дело. Пишем. Описание. Добавили. Так, все, поехали дальше. Описание. Есть. Картинка. Так, database, current, hobby, picture. Да, картинка. Этого хобби, на который мы нажали. Так. Ну и можем еще добавить текст какой-нибудь. Текст. Будет здесь задание. Ё-моё. Тест. Все, здесь высветится задание этого хобби. Угу. Угу. Ну, в чем мы название забили добавить? Это component, текст. Пусть оно будет выше. Все, пустим ниже. Тут, конечно, нужна работа дизайнер, чтобы он сел и все красиво оформил. Пока мы с вами просто занимаемся технической частью. Немножко будет криво-косо. Все. Проверяем. Нажимаю превью. Посмотреть. Так, добавить. Хочу узнать подробнее про рисование. Вот, видим, да? Рисование, описание заданий. Рисую автопортрет. Все. Далее. Так, смотрим наш юзер-стори, что мы с вами сделали. Читает описание хобби сделали. Так, оставляет отзыв о пройденном. А, подписка на хобби, да? Давайте тоже добавим эту кнопку. У нас button. Выбрать, да? Выбрать, тоже как там, выбрать. Добавляем и action такой же. Значит, он обновляет блок или юзер, да? В таблице юзер хобби. Мы добавляем это хобби. Current хобби, который сейчас у нас показан. И нажимаю да. Вот, проверяем, тоже проверим сразу. Лучше проверять сразу, чем потом искать очень долго ошибки. Нажимаем выбрать. Так, ну тут тоже ничего не добавили из action. Проверяем. И здесь должен добавиться. Вот, добавилось рисование. Так, что хочу еще немножко подкорректировать, да? Те хобби, которые у нас находятся в текущих хобби, не будем выводить здесь. То есть это когда у нас есть уже там рисование, мы уже его проходим, то здесь он не должен выводиться. Иначе будет дублирование. Итак, как это сделать? Давайте посмотрим. То есть я схожу. В хобби. И тут можно настроить фильтр. Выбираю. Добавляю свой фильтр. Кастом фильтр. И мы смотрим, по какому словцу мы смотрим. И тут у нас есть, видите, отсылка к таблице users. Мы можем выбрать здесь all, то есть ссылка на самого юзера и выбрать, да? То есть если не содержит, да? То есть если не содержит, да? То есть если не содержит меня, человека, который я зарегистрировала. Таким образом, он у меня будет смотреть из таблицы хобби, он будет смотреть, а есть ли это хобби у какого-то пользователя. Если есть этот пользователь, который сейчас залогинен, тогда не показывать. Тогда не показывать. Да, он наоборот покажет те, в которых нет меня, в которых нет моего, ну, моей почты и так далее. Давайте проверим что-то так. Сейчас они должны показаться рисование и танцы. Добавить. И вот, видите, все ушло. Правда, вот штучка есть, но по-позже мы ее уберем сейчас. Так, ну, в принципе, что нам еще осталось сделать? Так, 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 так. Да, покажу еще одну такую классную вещь. Когда человек только залогинился, у него нет текущих хобби, мы с вами здесь будем выводить текст пусто. То есть я опущу это чуть вниз, вот так вот, и добавлю новый компонент текст. Это текст пусто. Все. И нам сейчас нужно настроить, нужно настроить видимость текста пусто и видимость вот этого компонента, чтобы они показывались в каком-то таком, ну, в случае, когда нет никаких хобби. Итак, во-первых, давайте настроим пусто. Нажимаем на три точки рядом с этим компонентом и выбираем change visibility, то есть изменить, ну, то, что он показывается или нет. Так, тут у нас, видите, он всегда видит, always visible, всегда будет показываться. Меняем и говорим. Иногда, иногда показывается. Выбираем sometimes. Итак, смотрим. Значит, текст пусто. Должен показываться тогда, когда у юзера нет хобби. Да, когда в столбце хобби не видно, стоит ноль. Ну, то есть ничего не стоит. Значит, я выбираю пользователь, который залогинился. Выбираю хобби. И тут можно посчитать, да, count. Будем считать count. Так. Если оно у нас равно нулю, да, получается. mt is equal to 0. То есть у нас там пусто, ничего нет. Вот, он будет показываться, когда будет пусто. Проверяем. То есть сейчас он не должен показаться. Сейчас он показаться не должен, потому что у нас там два хобби. Танцы и что-то еще было. И рисование. Вот видите, тут нету текста пусто. Далее. И вот получается, список тоже должен не всегда показываться. Хотя он не будет показываться. Давайте сейчас тогда зайдем и удалим у юзеров, то есть у меня, вот эти два хобби. Нахожу сюда, удаляю. Тык. 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 И нажимаю save. Проверяем. Сейчас должен высветиться текст пусто. Видите? И нажимаем добавить. Убираем. Вот, уже рисование у нас тут есть. Есть. Уходим. Смотрим. Все. Пусто исчезло. Таким образом, при помощи этой функции мы можем, получается, показывать какие-то компоненты в каких-то случаях. Только когда он там прошел все хобби. Когда там больше пяти отзывов, например. Показывать это, если у него рейтинг больше пяти. Просто как пример. Мы можем тут вставлять просто сумасшедшие разные условия. Разные формулы. Так. Ну что ж. В принципе, мы наш MVP сделали. Да. Единственный остался отзыв о пройденном хобби. Но сейчас это займет еще больше времени, чем я буду показывать. В принципе, наверное, у меня все на этом. Какие-то вопросы, может быть, у вас остались? А, давайте дальше тогда по презентации пойду. Да, немножко вот сейчас расскажу теорию. Вот. Таким вот образом. Все основное я показала. Да, дальше уже вы можете сами баловаться, сами фантазировать, как можно сделать круче, больше. Указала на релейшн. То, что мы сейчас смотрели, делали, это бесплатная версия от Алла. Конечно, есть бесплатная версия. Она стоит 50 долларов вроде бы в месяц. И когда мы ее покупаем, мы можем прямо спилдить приложение на Android, на iOS и потом выложить их в сторону. Все. И оно будет прямо таким нативным. Также больше компонентов. То есть там только кнопки текста и инпуты в всякие формы. Там есть таймеры, всякие чекбоксы. В общем, куча разных классных компонентов. Можно скачивать, добавлять шрифты. Сейчас там только два шрифта доступные. И интеграции с разными IP. Там Google Maps, например. Google Maps. С другими таблицами, базами данных. AirTable есть, например. В общем, это нужно смотреть. Их очень много на самом деле. Так. Полезные ссылки. Есть такой чат в Телеграме. Урскоязычный. То есть вам нужно будет ввести в поисковике Adala. Я сама там сижу. Adala.ru. И выйдет этот чат. Можете спокойно спрашивать, заходить. Очень добрые люди вам подскажут. И больше туториалов на самом сайте во вкладке Videos. Slash Videos. Либо там есть вкладка Learn. Заходите на вкладку Learn и смотрите разные туториалы. Так. Все, в принципе, у меня. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно, что вы сегодня узнали. Кстати, не только на моей профессии IT вам будет, как бы, можно использовать этот сервис. Но еще и если вы захотите открыть свой бизнес какой-то или заняться IT-стартапом, где нужно какое-то приложение. И перед тем, как вбухивать кучу денег на разработку и времени, вы можете использовать пока что такие сервисы, простые, да, ноут код. И проверять вообще, насколько ваша идея хорошая. Если она хорошая, классная идея, тогда можете уже, да, брать, ну, уже нанимать программистов, там, какие-то инвестиции привлекать. Когда уже вы поймете, что идея классная, идите ей с чем тратить время на разработку с нуля, да, на каком-нибудь там Java или Swift. Заходите на наш сайт elarionov.school. Также мы есть ВКонтакте, тоже elarionov.school. У нас сейчас идет набор детей, учеников. Сначала с осенью у нас основное обучение, но нужно пройти интенсив летний, начиная с июня, с начала июня. Вот. Если что, мы Адала не учим. Мы не учим ноут код разработки. Это просто мы для моей профессии IT предоставили такой материал. А так мы занимаемся фронтенд, пакент разработкой и делаем игры на 2D, ой, на Unity точнее, 3D игры. Это программисты, у нас еще есть компьютерная графика, занимается дизайном UI, UX, анимацией, моделинг, анимация, моделинг, видеомонтаж, в общем, и еще много всего. Так что все, спасибо, я закончила. Субтитры сделал DimaTorzok